Садхгуру, что вы думаете об измене? Как она влияет на человека в духовном плане? Если в вашем сердце нет любви, вы в любом случае совершаете измену. Если вы посвятили себя какому-либо аспекту жизни ради удобства и комфорта, и это не обязательно мужчина или женщина, если вы посвятили себя какому-либо аспекту жизни без любви в сердце, то вы совершаете измену, не так ли? Против ли я измен? Да. В этом смысле да. Во всех отношениях. Но если вы имеете в виду измену в том смысле, как она обычно понимается в обществе, то все индивидуально. У каждого вашего действия есть последствия. большинство людей не готовы встретиться с последствиями своих действий. они хотят наслаждаться ситуациями, не испытывая никаких последствий. любой, кто не готов с радостью принять последствия своих действий, просто-напросто глупец. просто-напросто глупец. что можно сказать о таком человеке? если вы своими действиями обращаете себя против вас самих, потому что вы поступаете неразумно, вы действуете не по своему выбору, вы поступаете неразумно, просто потому что вы уступили определенному аспекту своего тела, или эмоций, или чего-то еще. определенно в этом нет ничего хорошего, потому что вы принесете себе страдания. Все, что приносит человеку страдания, особенно если он сам является этому причиной, разве это нормально? если кто-то только занимается тем, что приносит себе страдания, по каким бы то ни было причинам, это просто глупо, не так ли? Я не за и не против чего бы то ни было. Я хочу, чтобы вы жили разумно. Делайте то, что вам кажется наиболее разумным. Правильно ли это, неправильно? Дело не в этом. Живете ли вы разумно? Вот в чем вопрос. Или вы просто порабощены чем-то и пытаетесь найти у меня одобрение всем тем глупостям, которые вы делаете? Нет. Я не за и не против каких-либо действий, если только в них вы ведете себя разумно. Неразумная жизнь – это грех, не так ли? Если вы живете разумно, так, что Создатель бы гордился вами, тогда все хорошо. Если же вы просто уступили желанием своего тела, или эмоций, или ума, и действуете против себя – это неразумно. Является ли такая неразумность чем-то неправильным? Я даже не говорю, что это неправильно. Это просто очень ограничено и глупо. Я никогда в своей жизни не называл ничего правильным или неправильным. Но все, что ограничено и глупо, не стоит того. Вот и все. Поэтому я бы сказал, что измена того не стоит. Правильно это или неправильно? Кто я такой, чтобы выносить суждения о чем бы то ни было в жизни? Я не выношу суждения о жизни. Но это глупо и ограничено – делать что-то, что приносит вам страдания. Это глупо и неразумно – поддаваться чему-то, что сейчас кажется вам всем, но завтра вы будете чувствовать себя из-за этого идиотом. Не так ли? Глупо поддаваться чему-то, что сегодня для вас все, но на завтра вы будете казаться самому себе идиотом. Никому-то еще. Так жить неразумно. Вы должны жить настолько разумно, чтобы вам позавидовал Бог. Если ваша жизнь будет настолько разумной, в ней не будет правильного и неправильного. Если такой разумности в ней нет, все в вашей жизни неправильно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok